Никита Зуб примерил колпак только в этом году. Уже в 16 он поставил цель – стать шеф-поваром модного ресторана. На своем первом кулинарном конкурсе парень приготовил фирменные лакомства – десерт из клубничного мусса, закуску бушей из рыбы и авокадо и рулет из курицы с ветчиной. Никита уверяет, в этом нет ничего сложного. Главное – приправить блюдо фантазией. Для начала надо будет немножко отбить птицу, потом посолить, покорчить немного ее и положить в нее ветчину, сыр и заворачивать. Потом немного в муке, в яйце и в паниручных сухарях. И можно отправлять в сковородку жарить. Это битва кулинаров – путевка на областной конкурс WorldSkills, где встретятся лучшие из лучших. Побороться за престижное звание на кухне решили 8 будущих поваров, учащиеся торгово-экономического колледжа. Их задача – разработать и приготовить три блюда, учитывая технологию и временные рамки. Мы оцениваем качество, то есть технология приготовления обязательно должна быть правильно в соответствии с технологической картой, которую они подготавливали. Точно так же должно быть порядок, чистота, аккуратность, соблюдение технологии приготовления, то есть использование инвентаря, оборудования и работа с продуктами, то есть качественная подготовка продуктов. Кулинарные эксперты оценивают не только уровень профессиональных навыков, но и креатив, тандем соли-сахара и сочетаемость с несочетаемым. В холодной закуске обязательный компонент – тесто, в горячем – птица, а в десерте – мусс с шоколадным декором. Приготовление таких изысканных блюд, к слову, посильно далеко не каждому. Первый курс больше идет подготовка, то есть минимальная, какие-то салаты легкие, элементарно нарезка, подготовка. Последующий курс, второй, третий – это уже комплексное выполнение операций, то есть горячие, соусы изучает вообще только повар четвертого разряда. У них есть возможность получить высшую категорию, поэтому, скажем так, данные модули, которые они сегодня готовят, это достойно выпускное блюдо уже на получении квалификационного экзамена. Чтобы удивить экспертов рецептом, одного вкуса мало. Здесь важно, чтобы порции, а их две были идентичными по виду. Но с этим заданием справляются не все. Спустя пять часов гастрономического конкурса шанс представить наш город на областном этапе получили трое, в их числе и Никита Зуб. Мария Бересневич, Иван Боровой, Бобруйск, 360.